Вторая история, которую рассказал Кадыров, это была история о Цо Ценьюрте. Я не знаю, на чем ты сидишь, Кадыров. Я честно тебе скажу, я хочу попробовать эти таблетки. Возможно, они мне как-то помогли бы в эфирах. Не ты и не Путин в Кремле дает это звание Конаха. Как он дает звание Героя России? Путин дает звание Героя России. Но Конахам Путин сделать не может. Не Путин, не ты, не твои сторонники. Хоть вас будет. Вторая история, которую рассказал Кадыров, это была история о Цо Ценьюрте. Он говорит, что Аламбек, Ясаев, по-моему, его фамилия, он сейчас является помощником Кадырова, что якобы у него в Цо Ценьюрте забрали машину. Это вот тоже в начале 2000-х годов. Муджайры забрали у него машину. И, значит, он приехал, и Кадыров говорит, что он, Рамзан Кадыров, отправил, значит, ну, у нас говорят Хабарда Айтан, это, ну, отправил разговор, типа, послание. К муджайдам, сказав, верните, мол, автомобиль, это собственность, значит, этого человека, верните ее обратно, иначе мы ее у вас, типа, заберем. Ему, говорит, ответили, мол, приезжай, забери. И тогда, вот тут вот очень важно, чтобы обратили на это внимание, Кадыров говорит, что они были очень слабы в начале 2000-х. Они были очень слабы, у них, среди них были люди, у которых не было даже оружия, то есть некая группа, он собрал группу добровольцев, которые хотели бы, которые собирались поехать в Цо Ценьюрте, чтобы забрать этот автомобиль, вступить в бой с ними, по сути. И он собрал вот этих вот добровольцев. Среди этих добровольцев не у всех было оружие, говорит Кадыров. И даже у них не было достаточно боеприпасов, чтобы вести бой на протяжении часа. То есть настолько у них была тяжелая ситуация. Но ладно у них. Кадыров продолжает и говорит, что тогда российское командование, российские военные, они, мол, отговаривали их от того, чтобы они ехали в Цо Ценьюрт и вступали с ними в бой, говоря, что у нас нет сил с ними, значит, вести бои. Российское командование, вдумайтесь в это, это то, о чем невозможно говорить, действительно, если ты не под таблетками находишься. Он говорит, что российское командование говорило там очень много, значит, воинов, Ичкерии, что мы сами не можем туда, значит, в Цо Ценьюрт войти, потому что мы потерпим там поражение. Мы, значит, должны сначала авиационными, значит, ударами разнести это село, потом, значит, артиллерии, и потом только заходить. В общем, там такой целый план, вы представляете? Такое ощущение создается, что Кадыров говорит о бедной российской армии, которая укомплектовывалась из добровольцев, и не у всех было оружие, вы представляете? Такая вот бедненькая, вшивая российская такая армия, а там в Цо Ценьюрте была база НАТО, там были военные, укомплектованные всевозможным последним оружием, техническими средствами, чуть ли ядерными боеголовками, они там вот так вот сидели в Цо Ценьюрте такие укрепившиеся. И вот эти вот бедненькие ребята из Хосе-Юрта, они, значит, собрались, не у всех было оружие, их отговаривали, говорили, что нет, ни в коем случае не езжайте, даже российское командование отговаривало, но Кадыров все равно настоял на своем, он сказал, что мы поедем, и мы, значит, на истинном пути, Всевышний нам поможет, и они небольшой группой добровольцев поехали в Цо Ценьюрт, и они выбили, значит, оттуда муджаедов, они забрали машину, они там кого-то уничтожили, кто-то оттуда убежал, и с тех пор Цо Ценьюрт уже был освобожден, значит, он был уже в руках кадыровцев. Я не знаю, на чем ты сидишь, Кадыров, я честно тебе скажу, я хочу попробовать эти таблетки, возможно, они мне как-то помогли бы в эфирах, может быть, в другом направлении, только я не хочу рассказывать сказки, но это реально очень смешно, очень смешно, когда, ведь в это, в то, о чем ты говоришь, в это даже, в это не поверит даже младенец, когда ты рассказываешь о том, что российская армия не могла сунуться в Цо Ценьюрт, потому что там настолько, значит, была укрепленная армия Эчкерии, которая могла разнести в пух и прах там всех, и вы там небольшой группой маленькой добровольцев поехали и отомстили, забрали автомобиль. Я скажу тебе одно, Кадыров, эту историю, эти истории твои, эти сказки, ты рассказываешь их не для нас, не для моего поколения, и тем более не для старшего поколения, которые прекрасно ориентируются и знают, кто ты такой, кем ты был раньше, и кем ты являешься и сейчас, те люди, которые знали, как тогда обстояли дела, для нас эти сказки абсолютно, они не стоят ничего, ты никого как бы не ведешь в заблуждение, ты эти сказки рассказываешь для поколения Путина, это твое вот поколение, которое родилось и выросло при тебе, которое не видели ни Эчкерии, ни тех наших достойнейших людей, ты рассказываешь для них эти истории, пытаясь заложить в них вот это семя, чтобы у них создалось впечатление, что ты действительно какой-то воин, что вы какие-то смелые и достойные люди, ты рассказываешь им эти сказки, но правда в том, что это поколение, которым ты эти сказки рассказываешь, оно не знает даже, что такое Син-Мехалыш, они не смотрят этот проект, они понятия не имеют, что там происходит, и для чего он вообще создавался, и ты это прекрасно знаешь, ты об этом говоришь в этом своем выступлении, ты сетуешь на то, что люди не интересуются этим проектом, и это хорошо, Кадыров, хорошо, что ты это знаешь. Неоднократно говоря, поступая на это мероприятие, ты сам говоришь, люди думают, что мы какие-то мультфильмы рассказываем. Да, Кадыров, люди не думают, люди знают, что ты рассказываешь мультфильмы, как ты сам выразился, это даже не сказки, это мультфильмы. Это то, с чего смеются даже дети. Знай это, Кадыров, помни всегда, что все, что бы ты ни делал, все эти твои разговоры, в них никто не верит. И завершая тему твоего выступления, я хочу еще сказать, ты упомянул своего деда, ты рассказал историю, что когда погиб твой отец, его взорвали на стадионе, вы тогда, видимо, и твой дед вместе находились в Москве, и вы якобы скрывали это от своего деда, от отца Ахмата Кадырова. Вы это скрывали, и вы говорили, что он типа ранен, и вот в какой-то момент, значит, вы пришли к выводу, что нужно ему сообщить о том, что он погиб, и что ты вызвался сделать это. Ты подошел к своему дедушке и сказал, пусть Аллах примет шахаду твоего сына. И он, говорит, улыбнулся и ответил тебе, сказав Амин. Затем на похоронах он вел себя очень достойно, успокаивал тебя, говорил там не смотреть в лица людей, иначе ты можешь заплакать. И завершая этот рассказ, ты сказал, Ишт он хихалла вайдай. Вот такими достойными мужчинами были наши отцы, сказал ты, Кадыров. О каких своих отцах ты говоришь, Кадыров? О тех отцах, которые даже один патрон не выстрелили в сторону врага, оккупанта, зашедшего на нашу землю, ты об этих своих отцах говоришь? Ты о чем говоришь? Ты думаешь, что мы такие идиоты, что ли? Твои отцы никак себя не затрудняли тем, чтобы противостоять этому врагу. Как могут быть твои отцы, как они могут быть достойнейшими кунахи? А мы отходим кунахи. Наши отцы, они этого звания кунахи достигали очень тяжело, воюя, сражаясь с этим врагом, жертвуя своими жизнями, жизнями своих родственников, Басаев, Масхадов, Умаров. Их родственников вы убивали, не только их самих, вы их родственников похищали, убивали, мучили. Вот так вот наши отцы заслуживали этого звания кунах. А твои отцы просто улыбнувшись, когда им сообщили о смерти своего сына, стали вот этими достойнейшими кунахами, что ли, этими достойнейшими мужчинами, как-то легко твои отцы становятся ими. Ты хочешь, чтобы твои отцы легко стали этими кунахами, этими достойными мужчинами. Но они не от твоего желания становятся, кадыров. Это звание кунах достойный мужчина, человек, его дает народ, потомки, современники и потомки дают это звание людям. Таким образом называют их. А не ты, не ты и не Путин в Кремле, дает это звание кунаха. Как он дает звание героя России? Путин дает звание героя России. Но кунахам Путин сделать не может. Ни Путин, ни ты, ни твои сторонники. Хоть вас будет, будут там сотнями, тысяч вас будет, вы не сможете сделать из твоих отцов кунахи. Потому что кунаха делает народ. Вот Юсуф Темирханов, вот он кунах, да помилует его Всевышний Аллах, и его кунахом сделал народ по воле Всевышнего Аллаха. Народ оценил его действия как достойнейшие. И поэтому он кунах действительно. А твои отцы и ты сам, Кадыров, вы предатели и вы никогда не будете кунахами. Как бы сильно вы не старались дать себе это звание, вы останетесь, вы уже вошли в историю, и останетесь только лишь героями России и предателями чеченского народа. Редактор субтитров А.Семкин